здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале сегодня вас ждет очередной разбор на днях путин посетил китайского лидера побывал в китае и там он дал небольшую пресс-конференцию которую я бы хотела оценить с точки зрения невербалики потому что мы с вами сразу по его невербалике легко можем понять что на самом деле он думает чего он боится и самое главное чем он гордится это ну скажем так довольно важно нам с вами изучать потому что мы это используем в своей жизни но в данном случае сегодняшний герой мы его неоднократно разбирали вместе на этом канале да и некоторые жесты уже настолько приелись и настолько мы их понимаем и знаем что в общем то вы могли и без меня разобраться в его сигналах тела вот именно в этих но давайте сделаем это вместе раз уж мои ручки шаловливые до этого добрались то давайте включаю первый фрагмент и так значит первый фрагмент мы пройдемся по базовым его жестом для того чтобы понять что же его вдохновляет и по предыдущим разбором которых у меня на канале довольно много мы с вами знаем что когда он чем-то гордится он расширяется он переступает с ноги на ногу так что тело при занимает большее пространство вот относительно видеокамеры до человек как бы расширяется в кадре да вот это вот как раз и есть жест уверенности и давайте посмотрим в чем же он уверен так что вот прям переступает с ноги на ногу еще это признак того что человека это радует то какие-то позитивные новости вот в отношении этого персонажа но знаете я стараюсь быть максимально скажем без эмоциональной сегодня поэтому вы меня я надеюсь поймете стараюсь концентрироваться чисто только на жестах и так я включаю первый фрагмент и давайте смотреть что же нашего сегодняшнего героя радует региональных конфликтов на украине палестино-израильского конфликта не секрет что многие страны так или на смотрите на украине он немного отступает что говорит о том что он этого боится а это сигнал страха потому что тело автоматически либо отступает либо отклоняется при виде страха но смотрите когда речь заходит об израильском конфликте палестино-израильском здесь у нас вот видите он сначала стоит так а потом раз и расширяется вот это ему нравится украину он боится конфликт в украине а вот на этом конфликте он расширяется для него это возможность для него это радость и так идем дальше другие сигналы тела и так мы первый сигнал выявили до что его ну скажем так подавляет или угнетает мысль об украине но радует мысль о палестино-израильском конфликте это первое что мы с вами выяснили дальше видите вот расширяется первая часть вопроса касающиеся того о чем мы говорили вы сами сказали три часа мы разговаривали с с председателем конверт вот его очень радует и он гордится тем что ему уделили целых три с половиной часа для беседы с еще одним таким же лидером как и он что мешало ему быть таким же великим лидером чтобы к нему вот так же на поклон ходили ну да ладно я обещала без эмоций поэтому сегодня я эмоции свои оставляю это был я надеюсь единственный выпад в сторону моего мнения и так дальше тем более что тот объем товарооборота о котором мы сегодня говорим про товарооборот ему тоже нравится но здесь не все так однозначно реально впечатляет ведь мы после видите реально впечатляет и голова к плечу что говорит о том что он сомневается в этом почему сомневается да все впрочем на поверхности я не экономист но я думаю что экономисты которых у меня на канале довольно много я думаю меня поддержат в том что здесь просто речь идет об очень низких ценах да и даже если мы торгуем то часто себе в убыток но да ладно идем дальше ну и поэтому вот такой неоднозначный сигнал тела с одной стороны он добывает деньги до которые ему необходимы для того чтобы вести свою политическую деятельность и так далее да с другой стороны он это такими методами делать что даже в нем это вызывает сомнения насколько это ему нужно да насколько это рентабельно чудовищного удара по госпиталю в газе и того как на этот удар отреагировал исламский мир что касается удара по видите на ударе по госпиталю тоже он расширяется и это для него тоже большой плюс вы сказали по госпиталю ну и наконец ошибкой уже будем масштабного пока невидимого характера видите как оживился больше жестов воодушевленных да и расширяется опять та же тема которая ему нравится но все-таки имеющий он обсуждает ошибки сша в отношении него и здесь ну да немножечко челюсть опустил до на для того чтобы больше может театральности добавить но здесь конечно скажем больше воодушевления нежели подавленности поэтому здесь больше игра вот с опусканием челюсти это больше игра здесь потому что он действительно с удовольствием говорит об ошибках противников а как мы знаем что главный противник для него это сша большое значение является то что соединенные штаты все больше и больше лично втягиваются в этот конфликт они втягиваются это очевидная вещь и пускай никто не говорит что они к этому не имеют отношения мы считаем что ими но да и в общем-то все знают что сша здесь принимает определенное участие в общем-то америку он нам не открыл но в принципе да вот та информация которую он нам дает нам именно с точки зрения невербального поведения понятно что вот он обладает неоспоримыми доказательствами того что здесь участвует америка ну в общем то мы все это прекрасно знаем и в общем то идем дальше да значит теперь что касается тех тем которые его скажем угнетают которые ему не нравятся и в данном случае он действует отталкивает локти и это часто многие то именно так делают когда говорят о том что им не нравится либо выражают это эмоционально либо выражают жестами вот в виде каких-то отталкивающих жестов в виде отступаний там и так далее ну мы с вами много таких жестов знаем но вот в данном случае именно по локтю давайте посмотрим что нашему сегодняшнему герою не нравится с председателем кнр все и не расскажешь это все двусторонняя повестка видите локтем отталкивает а второй рукой иллюстрирует видите вот одним локоточком отталкивает а второй добавляет иллюстраторов что говорит о том что с одной стороны вот это что-то мне здесь не нравится с другой стороны я хочу активизировать даже то что мне не нравится я хочу активнее это продвигать много там вопросов видите вот вопросы опять на вопросах локтем отталкивает и это сигнал к тому что вопросы не нравятся видите и экономика и немного кстати расширился это вот о том что много вопросов мы обсуждали да а теперь пошли сами вопросы и вот обратите внимание как какой интересный жест он допустил вот здесь вот конечно это у нас вот это невербальный невербальная оговорка а давайте посмотрим вот смотрите экономика отталкивает локтями сначала то есть экономика ему не нравится видите а вот по поводу жестов вообще вот этот жест разведения руками а это вообще жест когда и ну я не знаю что еще делать вот как этот жест обозначается когда человек растерян когда он испугался вообще когда мы пугаем человек ну когда человек пугается у него автоматически руки в стороны разводятся для чего для того чтобы удержаться когда по-настоящему человек пугается за свою безопасность ему часто бывает нужно за что-то схватиться да это ну и автоматически у нас включаются руки и они разводятся для того чтобы как-то удержаться да и в данном случае вот это разведение рук она совершенно неуместно а в том случае когда говорят об успешном успехе да вот он сказал про экономику про финансы которые он хочет нам донести что все хорошо не переживайте все в порядке но на экономике он отталкивает локтями а на финансах вообще разводит руками то есть вот здесь вот действительно все очень плохо поэтому ну конечно идем дальше политическое взаимодействие на на международных площадках совместная работа определите как он вздохнул на международных площадках то есть это очень сложно суждали довольно подробно и ситуацию на ближнем востоке на ближнем востоке слова чуть-чуть расширился то есть здесь какое-то влияние с его стороны есть но она незаметная и как бы ну скажем косвенное проинформировал председателя ситуация которая складывается на смотрите как он говорит украинском вот он говорит что я проинформировал что говорит о том что здесь подчиненный отчитался перед начальником да ну ладно надеюсь вы поняли да и он говорит это свиной говорит тише эмоций нет челюсть низко локтем отталкивает отступает то есть здесь очень много подавленных жестов подавленности да поэтому ну вот если кто-то думает что там все хорошо к сожалению там все плохо ну или к счастью я не знаю в общем я без эмоциональный эксперт а поэтому в общем там все плохо заявляю вам по жестам которые я вижу дальше эти видите вот сейчас мы еще раз это все посмотрим замедленном виде да то есть он этот говорит видите как свиной челюсть опущена локтем отталкивает вот значит и еще и отступил еще и отступает вот это вот отступание это не расширение это отступание и посмотрите на его лицо как досадливо сжимает губы да и облизывает то есть ищет решение бессознательно но ищет решение да то есть вот эта тема ему не нравится и так вот по этому фрагменту мы видим что с финансами все плохо и с украиной все плохо вот это два момента которые мы увидели по его отталкиванию локтями и тогда и так далее значит значит идем дальше следующий фрагмент по договоренностям с китаем давайте посмотрим чего же достигли визит собственноручно сделал глава россии да давайте что касается перспектив то я смотрю на это видите сначала тело немножко расширилась а потом стабильно встала да то есть все таки перспективы он надеется какие-то получить да и это вселяет в него надежду но небольшую все-таки расширился и встал дойдем дальше с оптимизмом ну вот с оптимизмом вот здесь вот как раз вот здесь вот надо было бы расширяться если бы действительно был оптимизм а здесь получается что он чуть раньше расширился и это либо по предыдущей фразе либо вот действительно это ему бы так хотелось да ну вот сейчас когда он проговорил эту фразу дальше расширяться он не стал от наоборот показал что подавлен удивление на лице да а значит а кстати вот был визит китайцев к нам это успех но результаты оказались пустые с разведения рук значит давайте посмотрим у нас в марте был были достигнуты определенные договоренности вот видите здесь сейчас мы более замедленно увидим то есть в марте и на слове в марте опять расширился мы помним что для него это было очень важно что китайский лидер к нему приехал ну можно сказать запечатлел его своим уважением да и это для него было очень серьезным шагом вперед можно сказать для того чтобы показать какой он серьезный политик да и так далее надо вот на этих словах он расширился но потом пошло все очень подавлено разводит руками ну то есть не о чем говорить до плечи вверх локтями ну давайте сейчас вот я включаю видео без звука видите вот вот во первых плечи вверх локтями с усилием разводит держится за трибуну смотрите ухватился за трибуну и вокруг нее держится до вокруг нее переступает до дальше расширился вот нас марте до что в марте к ко мне приехал китайский лидер это действительно его ну скажем для него это гордость но а потом идет с челюстью низко мало эмоций ну вообще полностью сдулся эмоционально и по договор и на слове договоренности разводит руками то есть пусто договоренностей каких-то мало-мальски ну вот тех которые можно предъявить их нету просто нету вот в случае если человек разводит руками то это как раз вот ну пусто не о чем сказать вот такая вот история поэтому полностью сам все нам рассказал да с помощью своего тела теперь идем дальше по поводу оружия я так и не знаю честно говоря не военный человек не знаю точно как это называется адамсы или атакамсы ну извините мне такую наверное все таки надо изучить но вот по этому вопросу что он сказал здесь тоже довольно интересно но он дал понять что они его в общем то не беспокоят и вообще и все такое давайте посмотрим действительно ли его это не беспокоит так как он нам это показывает давайте смотреть во первых это конечно наносит вред вот расширяется и локтем отталкивает о чем это говорит расширяется это усиливает свои позиции ему это нравится да и в общем то получается что да действительно видимо какие-то вот плюсы своего положения он в этом имеет да вот то что американцы поставляют вооружение ну видимо какие-то вот действительно он видит в этом свои какие-то достижения или там еще ну в общем плюсы здесь для него есть что говорит о том что он расширяется да но и минусы есть здесь и плюс он и расширился и локтем оттолкнул понимаете и плюс и минус да но идем дальше это создают дополнительную груз во вторых мы конечно расширяется ну челюсть вниз да а значит и плюс вот расширение это плюс для него а челюсть вниз минус до работ ну в принципе это можно понять что как рабочий момент трогает челюсть это свои возможности прощупывает да дальше локтями сможем отражать вот локтями отталкивает и смотрите здесь действительно я ему верю что сможет отражать но во первых оттолкнул локтем то есть держитесь от меня подальше и вот это расширение все таки я отношу к этой фразе и действительно я думаю что он сейчас на момент того как говорит действительно верит в то что он может отражать эти атаки вот так вот до расширяется через не снова это повтор для того чтобы вы рассмотрели получше а я тут сейчас кстати вот этот локоть и перекрою давайте я сюда перейду чтобы не перекрывать вам локоть который сейчас дернется вот он дергается как раз то что мы ждали да да ну и наконец для украины а вот этот момент конечно вообще честно говоря для меня вот по-человечески зашкаливает я здесь не могу быть без эмоциональной поэтому я лучше воздержусь от комментариев хотя знаете мне безумно больно это смотреть в этом смысле тоже ничего хорошего нет это просто продлевает огонь и вот они начали давно уже анонсируют вы понимаете что он сейчас сказал он знаете вот я представила себе маньяка который убивает свою жертву и когда на него ну пришли поле полицейские его арестовывать он им говорит а чё вы пришли вообще вы только продлеваете ее агонию дайте я ее просто убью вот 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 я это увидела я не знаю может быть сейчас полетит шквал критики в мой адрес в комментариях я в общем-то привыкла напишите свое мнение в общем-то низ я почитаю посмотрю температуру надо но это это больно это больно это безумно больно и так вот цинично это говорить страшно страшно мне безумно так ну и вот расширяется и ожидаемые очередное контрнаступление теперь на херсонском направлении видите а здесь у нас нет расширения то есть вот по поводу начала контрнаступления здесь он действительно воодушевлен он видимо боялся этого но не получил того чего боялся и соответственно было расширение да а сейчас он не расширяется то есть чего-то ожидает но видимо сейчас он этого уже боится то есть вот предыдущие контрнаступление он отразил и это для него гордость а следующее он не знает что будет ну в общем-то он и не бог для того чтобы все знать правильно результата нет потери есть результат если вы видите вот здесь вот если бы действительно все было так шоколаде для него вот здесь раз расширился обязательно вот просто если бы действительно были такие большие ужасающие потери и не было бы никакого наступления да то здесь для него была бы победа и он бы ее показал нам расширением но этого не произошло что говорит о том что не так уж радужно он на этот вопрос смотрит игра на россии зачем поставлять атакам пусть заберут назад атакам все другое вооружение садится за блины приезжают к нам на чаепитие ну юморист юморист что могу сказать для своей аудитории он действительно мачо и сказал вот то то что от него ждут бабульки да ну ладно дальше а вот еще один момент вот тоже по уверенности неуверенности давайте посмотрим ну то есть все таки что касается этого вооружения которое поставляется из америки но здесь у нас конечно они его естественно беспокоят и здесь больше он пытался нам создать иллюзию что все хорошо все под контролем на самом деле я сильно в этом сомневаюсь да а значит и вот последний фрагмент давайте посмотрим чем он гордится и чего он боится хочу сказать это не угроза что что сейчас скажу видите не угроза и сейчас он нам будет угрожать но смотрите перед тем как сказать не угроза на всякий случай опустил челюсть смотрит в пол такой весь скромный белый пушистый и действительно ну судя потому что он скажет все таки это так хочется чтобы было угрозой но конечно же никакая это не угроза он прекрасно понимает что не хватит у него мощи для того чтобы это все сделать в том объеме чтобы действительно испугались да и соответственно вот такой неуверен такое неуверенное начало этой фразы то то есть это не угроза если что да ну в общем то и действительно он не уверен в том что это может стать угрозой или чем-то еще ну как бы бы был бы уверен бы он бы сказал это более уверенно понимаете тут вот через невербалику как раз передается настроение с которым говорит человек если он говорит вот настолько с опущенной челюстью и настолько неуверенно то действительно здесь нечем пугать но тем не менее чем вас проинформирует но по моему поручению военно воздушные силы военно-космические силы россии начинают на постоянной основе патрулирования в нейтральной зоне воздушного пространства на черном море и видите как он неуверенно все это сказал и это говорит о том что его позиция здесь неуверенно ну летает там кто-то по какой-то территории до ничейной но и что в общем то да но тем не менее он пытается этому придать какой-то вес но здесь не хватает той самой уверенности для того чтобы этот вес придать да но есть чтобы чем он гордиться и что ему придает уверенности давайте послушаем наши самолеты миг-31 вооружены комплексами кинжал они как известно имеют дальность свыше 1000 километров ну в общем что касается кинжалов они его вдохновляют он придают уверенности и вот здесь действительно я я ему верю вот в этом смысле я верю да ну в общем то вот такой краткий обзор получился знаете у меня к вам просьба дорогие друзья а я знаете у меня не знаю что-то с фантазией не то я не могу придумать название этому ролику придумайте пожалуйста за меня это название чтобы она была цепляющая и классная я вот сюда не знаю что написать у меня как бы превьюшка готова но не знаю что написать помогите мне и вообще в принципе вот я бы к вам обратилась на постоянной основе если у вас появляется мысль как назвать мои ролики какие-то вы прям под роликами пишите название в кавычках чтоб я точно понимала что это по названию мне прям я буду вам бесконечно рада за свежие какие-то идеи потому что но у меня видимо мозги немножечко не в ту сторону повернуты да и не могу не могу просто назвать ну так чтобы это цепляло чтоб это нравилось вам вот напишите название только пожалуйста без матов и без оскорблений я понимаю что многих из нас бомбит но я думаю что все равно рано или поздно добро победит и будет счастье да ну в общем на этом я буду закругляться спасибо вам большое за внимание люблю вас всех очень сильно не забывайте поставить лайк этому видео или дизлайка как вы считаете нужно не забывайте подписаться на канал если вы случайно зашли на мой вот этот ролик посмотрите другие ролики тут у нас очень интересно мы разбираем сигналы тела поэтому волком в нашу компанию и в общем до новых встреч пока пока